Всем добрый вечер. Меня видно, слышно? Видно, слышно, отлично. Нужно теперь нажать на запись. Для этого нужно три таких чудесных точечки, еще одни увидеть в правом углу, туда нажать, и там будет нажать. А он уже записывается, я вот вижу, написано, уже идет запись. То есть кто-то уже начал, видимо. Супер. Так, ну что, будем начинать? Добро пожаловать. Спасибо большое, Хельга. Для меня большая честь, радость быть на этом эфире, поделиться знаниями. Прекрасная возможность. Говорить мы будем сегодня про несколько разных тем, которые только на первый взгляд раз, и на самом деле их много что объединяет. Поговорим про языки иностранные, потому что эта тема касается, по-моему, всех. То есть каждый человек в какой-то этап своей жизни хочет или мечтает выучить какой-то язык. Есть какие-то проблемы, вопросы. У кого-то удается, это кому-то не очень удается. Мы поговорим про путь души на земле, про то, что происходит с душой до рождения и после смерти. Тоже интересная тема. Об этом как раз моя третья книга. Расскажу, собственно, это наша третья тема о том, как эти книги вообще появились на свет. Я не просто так использую такое выражение. Каждая книга – это как ребенок. То есть это очень сложный и многомерный процесс создания книг и так далее. Вот. С нами пусть буду посидеть сегодня. Так, начнем мы с темы языков. Значит, иностранные языки, да, само слово иностранные языки, получается, мы уже в каком-то смысле языки от себя как бы отдаляем, да, иностранные, то есть что-то как бы чужое. В других языках там foreign language, да, foreign на английском – это и чужой, и иностранный, то есть это буквально переводится как чужой в том числе. Я на данный момент владею восемью языками. Из них пять я использую профессионально. Это русский, английский, армянский, испанский и иврит. И три языка – это немецкий, французский и турецкий в таком, скажем, среднем формате. То есть я ими профессионально не пользуюсь каждый день, но при этом могу подержать беседу, могу понять, о чем песня, заказать что-то и так далее. Я пишу на арабском, на грузинском, но эти языки я не беру в актив, потому что в них уровень, скажем так, не дотягивает до среднего. Я ими не занимался конкретно. Многие спрашивают, как это вообще удается, как можно знать там один, два, три, пять и там до бесконечности языков. На самом деле в моем понимании мы языки не учим, а мы их вспоминаем. Потому что каждый язык, который мы сегодня с вами знаем и хотим выучить, мы когда-то уже на нем говорили. То есть в какой-то из жизней, а может быть в каких-то жизнях нескольких, мы уже эти наречия использовали, мы уже владели этими языками. Это очень важно понять. Многие думают, что, скажем, с детства нужно начинать учить, чтобы быть там билинговой и так далее. На самом деле нет, я родился в Москве, говорил только на русском языке, в школе с первого класса был английский, там я начал его изучать, там же был немецкий. Такое пробуждение к языкам началось уже только на первом курсе университета. Там мне достался армянский язык. Опять же, да, интересное слово «достался», то есть, ну это явно карма, судьба и так далее. Про это мы еще поговорим. И вот с этого языка начали просыпаться действительно способности. То есть, важно понять, что я до университета не владел многими языками. У меня был английский на свободном уровне, да, это было. Надо еще упомянуть, это важно, что у меня дедушка, бабушка и прадед окончили этот же самый институт, Иньяс, Марис и Тореза. То есть, генетически что-то передается, само собой. Но просыпается оно в определенный момент. Это важно. То есть, получается, что в нас уже могут быть заложены в нашем ДНК определенные способности, определенные таланты и знания. Но это не значит, что мы с ними сразу в мир приходим. То есть, они находятся, может быть, в спящем состоянии каком-то, в потенциальном состоянии. И в какой-то момент они активируются в нужный момент. И вот для меня этим ключиком поворотным стало как раз изучение армянского языка. Если кто-то из вас еще не видел, а, наверное, все видели, но не задумывались, посмотрите, как выглядит армянский алфавит. Это очень такой эзотерический, мистический алфавит. Он очень древний, религиозный. Ему больше двух тысяч лет. Таких языков очень мало. И, видимо, вот эта вот древность этого языка, она пробудила и все остальное. После армянского я стал изучать иврит, это язык моих предков, язык государства Израиль. Ну, на иврите написано Тора, то есть Библия, Ветхий Завет, да, тоже язык священный по-своему. Санскрит я не могу сказать, что изучал, но учился писать, слушал мантры и так далее. То есть, санскрит постоянно меня окружал. Но остальные языки, испанские, французские, уже догоняли. То есть, потом уже было совсем легко набирать остальные языки. Что касается самой методики, да, если немножко отойти от эзотерики, что мы языки вспоминаем, если немножко приземлиться, да, очень важно найти интерес к языку. То есть, очень часто бывают истории, когда человек пытается выучить английский годами. Пять лет, десять лет, кто-то двадцать лет пытается выучить английский, но никак не получается. И человек думает ошибочно, что языки ему не даются, что это не его и так далее. Это заблуждение, потому что бывает так, что именно английский или любой другой какой-то язык не заходит в человеку, но есть какой-то другой язык или культура другого народа, который человеку будет больше по душе. Поэтому не зацикливайтесь на каком-то одном языке. Пробуйте другие. Попробуйте испанский. Попробуйте французский. Кому-то вообще польский может зайти. Кому-то хинди. Есть люди, которые не могли выучить, допустим, испанский долго, а арабский, который намного сложнее испанского, и выучили там за год или за два года, да. Но выучили, в смысле, довели до какого-то среднего приемлемого уровня. Вот. Поэтому всегда имейте в виду, не сдавайтесь, да. То есть, это не значит, что у вас нет какой-то способности к языкам, если не получается с английским. Нужно пробовать разные языки, это раз. Второе. Старайтесь начинать изучение языка с того, что лично вам интересно. То есть, не нужно сразу начинать читать тексты, там, про науку, или про какие-то сказки, или что-то еще, да, как в учебниках дается. Старайтесь, вот вам, вас интересует, допустим, йога. И старайтесь изучить на другом языке все про йогу. Сначала отдельные слова просто. Там, позиция, асана, медитация, рука, нога, вот с этого надо начать. И потом постепенно развивать. Потому что тогда вы, получается, через интерес заходите. Дело в том, что невозможно выучить иностранный язык, если у вас нет интереса. По сути, интерес и удовольствие от изучения языка – это главные секреты. Должно быть удовольствие. Посмотрите на школьников. Если школьники не кайфуют от процесса обучения, то они и не выучат язык. Это несочетаемые вещи. Поэтому очень важно получать удовольствие от процесса обучения. Когда вы себе находите репетитора, например, очень важно, чтобы у вас с ним был контакт, чтобы вам было в удовольствие с ним общаться. Даже если репетитор очень дипломированный, уважаемый, надо, чтобы вам было в удовольствии с ним заниматься. Поэтому не забывайте об удовольствии и наслаждении от процесса изучения. Ну, в целом, наслаждение, как часто и Хельга цитирует в канале, наслаждение – это вообще, в общем-то, ключ ко всему у нас в жизни. Это такая мерила нашего успеха. В языках тоже самое работает. Без наслаждения не получится учиться. Значит, мы с вами упомянули, да, сначала пробовать разные языки, второе – брать то, что вам лично интересно. То есть, ваше хобби – начинайте изучать на других языках. Грубо говоря, нет смысла изучать на арабском ракетостроение, нет смысла изучать на немецком про бедуинов, арабов и кофе. То есть, у каждого языка есть свой ореол определенный. Испания – это про фрукты, про море, как и Турция, например. Например, да, немецкий – это язык такой строгости науки. Английский – язык переговоров и так далее. Вот это важно тоже учитывать. У каждого языка есть свой эгрегор, своя энергетика определенная. И гораздо легче учить язык в том ореоле, чему культура народа посвящена. Следующий момент – это то, что я уже упоминал. Еще раз можно сказать, что мы языки вспоминаем. Да, мы их не учим. Выучить можно. Стихотворение, например, наизусть, как мы в школе делали. Выучить можно какое-то правило. Но с языками так не работает в долгосрочной перспективе. Языки мы все-таки осваиваем, да. Мы языками овладеваем. Потому что язык – это не просто набор слов. Язык – это структура. Это мышление целого народа. Особенно, если это языки малых народов, да. Ну, взять, например, финский или армянский тоже, или грузинский, или иврит. В корне языка, или русский язык. В корне языка заключается менталитет народа. В корне языка заключается философия народа. Это тоже важно понять. И тут мы переходим к следующему пункту. Он заключается в том, что вам должна быть интересна культура народа, который говорит на этом языке. Это тоже важно. Есть люди, которые с детства по какой-то причине интересуются, например, Францией. Вот они любят все французское. Французскую кухню, французский язык, французские песни слушают. Вот их туда тянет. Ну, тут, очевидно, связь с прошлыми жизнями, да. Кого-то тянет на восток, в Азию, в Китай, в Индию, в Японию. Есть такие люди. Они родились в каком-либо городе, в России, в Европе, неважно, в СНГ. Но их тянет в Японию, хотя их никогда там не было, их предков там не было. Это, очевидно, память души срабатывает. Вот, в принципе, что касается языков. Если у вас будут еще вопросы, можете всегда мне писать. У меня есть два канала в Телеграме, посвященные языкам. Посвященный ивриту канал называется Иврит в Кайф. Так называется Иврит в Кайф. Или Enjoy Hebrew, если набирать адрес. Есть канал, посвященный армянскому языку, армянской культуре. Хайагет, он называется, если набирать адрес. Или язык и культура Армении, если набирать именно название. Есть канал, посвященный... Мы сейчас переходим к нашей следующей теме, посвященной всему, что связано с путем души. Это третья книга из серии, которую я писал. Канал называется... Душа до и после жизни. Вот так же, как здесь у нас написано, душа до и после жизни. Что это за книга? Это третья книга, это первая книга, возвращение к звездам. Когда мне было 18 лет, а я учился на журналиста как раз, и работал журналистом с 13 лет, по сути. Я любил всегда писать, что-то публиковать. Я понял в 18 лет, что объем знаний, воспоминаний, каких-то осознаний, которые у меня в голове накопились, они больше не могут содержаться вот в этой, скажем так, вазе. Во мне в виде вазы. То есть это все должно выливаться куда-то. В этом ее предназначение, этой вазы. И вот я начал писать вот эту вот книгу под названием... Она называлась «Новый этап пробуждения». Теперь это стало целой серией. Она называется «Возвращение к звездам». В этой книге знания о душе, об абсолюте, о мире, об энергии, о рейке, о разных духовных практиках. Суть не в этом, а в том, что, по всей видимости, это был ченнелинг. Тут как раз тема нашего эфира, одна из тем, это ченнелинг. Ченнелинг — это английское слово channel. Channel — это канал. Или ченнелинг — это еще проводник, можно сказать. Что такое ченнелинг? Ченнелинг — это когда приходят знания, не совсем понятно откуда, не совсем понятно как, но тем не менее эти знания находят свое материальное воплощение в нашем мире. Поэтому, когда художник пишет свою картину, когда композитор записывает музыку, да и когда мы ведем стримы, прямые эфиры, читаем лекции, мы, по сути, занимаемся ченнелингом, потому что откуда-то идет информация через нас. То есть мы просто проводники. Это интересный вопрос, да? То есть художник, с одной стороны, подписывает свои работы на картине, с другой стороны, он просто проводник. То есть через него пришло. Так же было и с книгами. Я тогда учился на первом курсе университета. И прекрасно помню, как я вот, допустим, ложился спать в 11 вечера, в час-два ночи, часто еще было 1.11 на часах, я помню, такая нумерология, вдруг просыпался, у меня в голове был четкий план какой-то главы книги, хотя я об этом вообще не думал. Я полчаса, 40 минут просто набираю на клавиатуре эту главу быстренько и иду спать дальше. Вот такие были истории. Так и была написана эта книга. Что-то я писал там, пока в метро ехал, спар, что-то я писал в заметках в телефоне, но в целом, в основном, основная часть была ночью. По всякому музыку интересную, там в этой книге указано, по какой музыку было написано. И потом, через несколько лет, когда я открываю свою же книгу, ну, написанную вроде как мной, я не совсем узнаю. То есть я читаю текст, я ни с чем не спорю, я согласен с тем, что написано, но я не совсем помню, как я именно это писал. Это похоже на ченнелинг. Вот что такое ченнелинг. Это акт такого, акт передачи творчества, акт передачи знаний в мир, акт передачи духовной информации в материальную оболочку. Это ченнелинг. Далее была вторая книга, здесь у меня с собой сейчас нету. И потом была третья книга, я ее писал уже с 25 по 27 лет. То есть всего я книги писал в напряжении 9 лет, с 18 по 27. Это третья книжечка. Почему на обложке такой вот золотой, замечательный город? Кто-то здесь видит Иерусалим, кто-то вспоминает песню Гребенщикова «Город золотой», да? Что, в принципе, возможно, туда и относится. Этот город, как я увидел в одном из своих видений или ченнелингов и так далее, это золотой город, это мир душ, это мир душ, это наш дом, куда мы попадаем после жизни, да? Ну, я предпочитаю говорить после жизни, а не после смерти, потому что смерть, как такова, не существует, да? Мы постоянно меняем формы, постоянно меняем оболочки, и, по сути, мы попадаем куда-то либо до жизни, либо после жизни, либо во время жизни. Все время жизнь происходит, да? Мы где-то находимся до, во время или после жизни. Так вот, вот это место, это то, откуда мы приходим сюда, воплощаемся, и то, куда мы возвращаемся. И родилась даже такая цитата, что вся жизнь наша человеческая, это, по сути, путь Бога домой. Путь Бога домой, который Бог, Творец, осуществляет через миллиардных творений. Каждый из нас способствует этому путешествию Божественному домой. Мы все кусочки единого целого. Возможно, кто-то из вас испытывал или испытывает, или будет испытывать обязательно ощущение, когда вы себя видите как часть единого целого. Вы как бы на секунду теряете полностью свое эго, свою личность, и чувствуете, что вы часть огромного океана. Будет интересно обсудить с вами, кто это испытывал, почему и когда. У кого-то это бывает редко, у кого-то часто, у кого-то это все еще впереди. Тем не менее, такой момент просветления своеобразного, по-моему, это и есть просветление, когда ты себя вспоминаешь именно как духовную частичку единого целого. То есть того, во что мы потом после жизни возвращаемся, и того, откуда мы когда-то, очень давно пришли, да, где мы были созданы. Вот. Значит, в этой, в третьей книге темы касательно того, что происходит до жизни и после жизни, потому что напрямую это знание помогает нам понять, как нам быть в жизни, да, понять наше предназначение, путь души. У каждого из нас есть определенная духовная миссия на этой земле. Она обусловлена частично кармой, то есть что-то мы должны здесь сделать, обязаны, учитывая прошлое воплощение. Что-то мы здесь делаем, потому что любим это делать, да. Кто смотрел мультик «Душа», например, да, у каждой души есть набор талантов, каких-то наклонностей, и душа в каждой жизни их проявляет. То есть там одна душа склонна там к преподаванию, другая к художеству, другая к справедливости, это юристы, допустим, хорошие, да, другая все время что-то строит. Ну, это как дети, вот у каждого ребенка в садике есть какая-то наклонность. Вот кому-то нравится лепить из пластилина, кому-то нравится рисовать что-то или там желуди приклеивать куда-то. То же самое происходит у взрослых. У нас есть разные наклонности, которые мы с собой берем из жизни в жизнь. Мы с собой накапливаем багаж определенных талантов, знаний. Мы с собой берем, как такую огромную сумку, багаж впечатлений от наших прошлых жизней, багаж опытов и багаж отношений с другими душами. Это, наверное, основное. Потому что на основе того, как мы с вами взаимодействуем с другими душами, формируется наше будущее, да, наша карма в том числе. Когда мы реагируем на кого-то, на чьи-то слова, на чьи-то поступки, отвечаем каким-то образом, мы создаем карму. И на основе этой кармы дальше уже будут выстроены наши дальнейшие действия, судьба, убеждения и так далее. Что касается вопроса судьбы, тут, в принципе, очень мне нравится концепция как раз дао, даосов, где сказано, что... О том, что есть небесные столпы судьбы, то есть столпы судьбы, через которые мы обязаны пройти в этом воплощении, в этой жизни, и которые являются обязательными точками, которые нужно пройти. И есть земные столпы судьбы, которые мы можем, в общем-то, выбирать как атлернативу. То есть, по сути, судьба уже предопределена в любом случае, но то, как мы проходим между этими точками, в каком настроении, в каком состоянии, с какими мыслями, с какими реакциями, это мы можем выбирать сами. Поэтому здесь очень интересно. Часто привожу в пример аналогию или метафору с такси. Вот, допустим, мы с вами едем в такси, да? Человек, который не занимается духовными практиками, не задумывается о смысле жизни, это человек, который как бы спит на заднем сидении такси. То есть, он все равно едет по своей дороге, он приедет, куда ему надо, но он спит, он не понимает, куда он едет и зачем, он не видит даже, где он едет, да? Так живут многие люди по разным причинам. Человек, который начинает заниматься духовными практиками, который задает себе вопросы, кто я в этом мире? Я человек или я душа в теле человека? Кто я? Я духовное существо, которое получает опыт в союзском теле? Или я человек, который получает духовную опыт на земле? Эти люди уже как бы поднимаются с заднего сидения такси, они уже смотрят, где это я еду, что это за дорога. Человек, который приходит в осознанность, берет на себя полную ответственность за каждый свой день, за свои мысли, за поступки, за реакции, этот человек уже садится на переднее сидение этого такси. Он уже, в общем-то, максимально близко к рулю, да? Сидит около водителя, он уже понимает, куда едет. Опять же, такси не меняет направление, оно едет в том же самом направлении, но человек полностью осознает, куда он едет, как он едет и зачем он едет. Вот такие дела. Все это также мы с вами можем обсудить, во-первых, в Ютубе есть лекции, если вы наберете мою фамилию в Ютуб, Листен Горд, ну она у вас есть в описании. Там есть лекции из центра Белые облака, есть такой центр в Москве на Покровке, где я раньше вел лекции на эти темы про жизнь, про смерть, про тантру, про осознанность, про память прошлой жизни и так далее, там это все есть. Ну и в Телеграме, как я уже говорил, есть канал с таким же названием «Душа до и после жизни», где есть в том числе аудиофайлы, аудиотрывки из этой книги, вы можете спокойно послушать или почитать какие-то цитаты. Так что всех приглашаю. Что касается оставшихся тем, мне бы хотелось объединить все вместе. Вот мы начали с языков и сейчас уже пришли к пути души. Конечно же, душа сама выбирает себе, где ей родиться, в какой семье. То, где мы рождаемся, определяет наш родной язык или другие языки, которые мы слышим или изучаем. Потому что есть страны, где дети владеют сразу несколькими языками, определенные такие окружения есть. Есть страны, где наоборот люди максимально изолированы от других языков, владеют только одним языком. Поэтому душа себе не просто так, с определенной целью выбирает конкретную семью, конкретную страну и конкретные языки. Все это нас формирует и все это в нас закладывает определенные убеждения подсознательные, это закладывает в нас определенные навыки и определенные действия на будущее, характер наших действий. Поэтому здесь нужно себе почаще задавать вопрос, почему я выбрал именно свою семью. То есть можно зайти с другого конца. Например, чего бы мне не хватало или чего бы у меня вообще не было, если бы я появился не в этой семье, а в другой. Какого опыта я бы не получил? А раз я получил вот этот опыт, то ради чего? Для чего я его получил, этот опыт? Такие вопросы себе задавать очень полезно, потому что тот, кто задает себе такие вопросы, он себя, по сути, ставит в позицию наблюдающего, в позицию осознающего человека. Не осуждающего, не спящего, не раздраженного, который не понимает процесса, а человека, который пытается понять для чего. То есть мы задаем вопрос в духовном смысле не почему так произошло, а для чего это происходит. Это совсем разные вещи. Когда мы спрашиваем, почему это происходит, мы в это вкладываем как бы непонимание, иногда раздражение или какие-то претензии. Когда мы говорим, для чего это мне нужно, зачем мне этот опыт, то мы уже подходим с духовной точки зрения. Мы хотим понимать, для чего мне это было дано. То есть мы признаем, что каждый опыт для чего-то нам дан, для роста нашей души, для опыта. И мы хотим понимать, для чего это было нужно. Вот на этом я бы хотел подытожить. Темы очень интересные мы сегодня с вами открыли. Для тех, кто хочет развить эти темы, послушать побольше, я упомяну еще раз, есть каналы в телеграме Еврит в кайф про Еврит, язык и культура Армении про Армению и душа до и после жизни про книгу, про духовные мудрости, про душу. Там есть мантры, есть медитации, есть различные практики, различные цитаты, много всего интересного. Ну и по моей фамилии вы можете найти меня в YouTube, мой канал, новый этап пробуждения так и называется. Либо можете найти сайт-визитку, где тоже все остальное вы найдете. У кого будут вопросы, пишите мне в личку. Буду рад всем ответить. Какие будут вопросы? Вопросы, да. Время вопросов. А тогда я задам вопрос. Огромнейшая благодарность Александру за такую чудесную лекцию. Прямо всегда очень приятно слушать. Мой дух очень радуется. А в нашей даосской концепции есть такая штука, что потом, когда ты не практикуешь осознанность, но ты переходишь на следующий уровень, когда ты начинаешь копить личную силу. И вот когда личной силы достаточно, тогда ты не просто можешь за руль такси пересаживаться, но менять машину, оставаясь в этом теле. Но это уже идут следующие левелы. Если берем Кастанеду, то есть вот человек украшения, знания, ну, в общем, там у него какая-то своя градация. Но, в общем, есть еще один вариант, когда ты полностью выходишь за причинно-следственные связи, которые обуславливаются кармой, да, ем в китайской традиции. И есть такой чудесный способ, который вообще полностью тебя перепрошивает. Вот есть такая возможность. И по поводу тоже пробуждения, просветления, был чудесный. Прямо вот этот, когда ты един со всей Вселенной. У нас в традиции это то состояние, из которое мы, в принципе, живем. То есть мы утром встаем, входим в поток, и вот потом начинается реальность, полное единство. Все рождается внутри, и потом оно проявляется во внешнем мире. И вот тоже есть такой же чудесный поток. Благодарю за то, что ты его упомянула. Это так вообще прекрасно. И твои книги абсолютно чудесные. Я все три читала в полном восторге. А про языки я вообще молчу. Для меня это прям верх шедевра. Очень здорово, что у тебя такой мощный родовой канал, что у тебя прям очень много энергии в языках, и ты так чудесно слушаешь. Вот это у меня были такие вопросы, размышления даже, рассуждения. Вот, ребят, может у кого-то еще есть вопросы? Спасибо тебе огромное. Про поток вообще очень трогательно. Потому что, когда его ощущаешь, понимаешь, что прям день прошел, мягко говоря, не просто не зря, а вот это и есть то, что мы здесь, что нам следует, к всему нужно стремиться. Это ощущение единства. Да, оно такое всегда. Есть ли еще вопросы? У меня есть вопрос. Я его хотела задать лично. Александр. Александр, а листен... Сейчас листен... Горд. Это псевдений? Нет, это фамилия. Нет, это фамилия. Просто листен, это как слушать. На английском. Горд. А горд? Это немецкая фамилия. На немецком горд, это как крепость, оплот, сад, как гарден. А люстен, ну просто она поменялась, пока из Германии ехала в Россию, превратилась из люстена в листен. А люстен, это как удовольствие, наслаждение. То есть такая... Это немецкая. Потрясающая фамилия. Я просто почему-то подумала, что это псевдоним, а потом решила... Лично, да. Понял. Я, наверное, не додумалась такого псевдонима. Но если вы додумались до такой книги, почему вы не додумались до такого псевдонима? Да, благодарю. Здравствуйте. Еще вопросики, если у кого-то есть. Думаю, что тогда будем завершать, а кто захочет, может написать потом там под видео, в личных. Буду рад ответить всем желающим. Да, огромнейшая благодарность за прямой эфир, такой вдохновляющий, чудесный. Да, прям лучи света и благодарности. Спасибо за эту возможность, очень признателен. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Всем всего доброго. Успехов в изучении языков, успехов в поиске и нахождении себя и в соединении желаний души и желаний ума. Я бы так сказал, чтобы все было в гармонии. И побольше испытывать чувство единства со Вселенной. Это заряд на весь день, а то и на всю неделю, и на месяц, и на всю жизнь. Так что всем успехов. Пишите, кому что будет интересно, буду рад ответить. Спасибо.